МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте! И вот наши темы сегодня. С выездом на дом! Коленки посмотрим. Бригада врачей сегодня выехала к участникам и ветеранам Великой Отечественной. И об этом Анна Городнова. Тем, кто погиб, и тем, кто вернулся с победой. Они воевали за нашу страну, чтобы мы жили в мире и в тишине. Как в Сетюшском районе вспоминают земляков-героев. Лина Изнатолина. Разные народы, один порыв. Вылагают цветы. Это чувство гордости, чувство благодарности, на самом деле, очень сильно переполняют меня. Как молодежь Татарстана, самых разных национальностей, почтила память. Герой Великой Отечественной увидел слова Тахмадулян. Деревья заболели футболом. И знать, что только у тебя на улице висят такие мячики. Сколько мячей развесили на Малый Красный. Новый уличный декор оценила Альбина Минибаева. Владимир Путин вступил в должность президента России. На церемонию инаугурации в Москву съехались 5000 гостей. Среди них руководство Татарстана. Рустам Миниханов, Ментимир Шаймиев. В Большом Кремлевском дворце Владимир Путин принял президентский знак и принес присягу на Конституции. Это его четвертый срок на посту главы государства. Во своем выступлении Владимир Путин выразил слова благодарности россиянам за доверие на выборах. Говорил о задачах, которые предстоит решить в ближайшие годы. ...оправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека. Вот что сегодня главное. Вот что в центре нашей политики. Наш ориентир это Россия для людей. Страна возможностей для самореализации каждого человека. Тезисы президента о повышении благосостояния граждан и развитии экономики во многом сходятся с результатами опроса населения. Социологи Левада Центра изучили мнение россиян относительно достижений Владимира Путина на посту главы государства. Чаще всего респонденты относят к его успехам возвращение России статуса в великой державы, повышение пенсии и зарплат, исправление последствий кризиса 2008 года, а также социальные реформы. Глава государства будет влюсти основной закон страны, на основе которого сплачивается должна вся нация, российские федерации, как многонациональные государства, как одна команда, как он сегодня сказал, как общая команда должна работать. Конечно, ответственно впереди 6 лет, и у каждого свои мысли, наверное, рождались мои мысли, это только одно желание, чтобы эти 6 лет были окрашены в цвета стабильности и спокойствия. Связь поколений должна быть неразрывной. Об этом говорили все, кто принимал участие в открытии нового мемориала. Он появился в селе Бокрчи Титюшского района. Из деревни на фронт ушли более 300 человек, а вернулась только треть. Район дал 8 героев Советского Союза. Сейчас на камне высечены имена тех, кто погиб на полях Великой Отечественной, и тех, кто вернулся в родные края с победой. Как героев вспоминают всем районом, расскажет Лина Зинатольевна. Устремленная в небо стела со звездой и сотней имен и фамилий, среди которых каждая семья в сельском поселении, находит своего героя. В Великую Отечественную отсюда на фронт ушли 343 солдата, а вернулись только 138. Титюшский район, всего один район нашей огромной страны, дал стране 8 героев Советского Союза и 5 полных кавалеров Ордена Славы. И в этом сила, мощь и величие нашего народа. К годовщине победы в республике и новые награды. Медаль за доблестный труд из рук президента первым получил ветеран Мубаракзян Тагиров, в войну служивший пантанером. Пусть молодежь мирно и хорошо живет, и не забывает усердно трудиться. Мы приняли решение о награждении всех участников и приравных участников войны, медаль за доблестный труд республики, это 2500 человек. Мы до 30 августа торжественно, персонально каждому эти медали вручим. В первых рядах и дети войны. Ракия Булвалиева в 41-м была 7-летней девочкой, но и дети, чем могли, помогали в тылу. А больше всего запомнилось 9 мая 45-го. А мы, знаешь, как кричим, собирался, молодежь, война кончилась, сувшвитте, сувшвитте. Мемориальный комплекс «Вечная память землякам, защитникам Родины и труженикам тыла» появился стараниями помощника секретаря российского совбеза Наиля Мухитова, тоже корнями отсюда. В этом селе родился мой отец, мой дед, мой прадед. То, что мы это сделали, всем селом, еще раз повторюсь, это пример для подрастающего поколения. Надо воспитывать наших детей на подвигах наших родителей. Для кого-то уже прадедушек и прабабушек мемориал установили поближе к местной школе. Лина Зинатольевна, Андрес Натальцев, ТНВ, Тетюшский район. Стихи на разных языках мира и цветы от одного народа. Сегодня в Казани почтили память участников Великой Отечественной многонациональной молодежи. Возложили цветы к памятнику неизвестному солдату вместе с Фаридом Мухаммедшином. Об одной победе на всех Салават Мухаммадуллин. На груди георгиевская лента, рядом неизвестный солдат, на устах стихотворение про любовь. Каэт Мухаммед Али родом из Йемена. Великая Отечественная его не коснулась, но цветы и стихи он посвящает победителям. Городимся им, потому что они умерли, чтобы мы все жили. Семьей Раилии Султановой на фронтах Великой Отечественной погиб прадед. Отсюда и выбор стихотворения. Мусаджалиль – варварство. Когда человек рассказывает стихотворение на другом языке, ты это все равно понимаешь и чувствуешь, что он там рассказывает. Хотя язык не понимаешь, а это чувствуется, интонация. На родных языках и в национальных костюмах сегодня у неизвестного солдата вместе молодежь из разных уголков мира. Махрибану Шарматова из Узбекистана, подруга Гузаль из России. Это только страны разные, национальности и обычаи, а победа одна на всех. У меня прадедушка, он воевал на флоте. К сожалению, он не вернулся, но, вы знаете, я очень-очень горжусь им. И стоя здесь, и возлагая цветы, это чувство гордости, чувство благодарности, на самом деле, очень сильно переполняет меня. У меня ушел также дед и прадед. Цветы к вечному огню. Для Ассамблеи народов республики это традиция. Это и воспитательная миссия для молодежи. Это объединительная миссия людей разной национальности. Это и передача этих традиций с поколения в поколение. И эту преемственность в Ассамблее намерены сохранить. Салават Мухаммадуллин, Ишат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Врачи идут к ветеранам. Офтальмолог, невролог, терапевт и хирург осмотрят дома. Участники Великой Отечественной проходят диспансеризацию. С начала года медики, а это 112 бригад, посетили почти 6000 человек. Сегодня мобильная группа специалистов 18-й поликлиники выехала на осмотр к инвалидам. Вместе с ними и Анна Городнова. С собой все необходимое для осмотра ветеранов. Мобильная бригада врачей отправляется на очередной прием. Сам Рябекмеевой 97 лет. К ней приехали практически все специалисты. Недавно у ветерана Великой Отечественной был перелом шейки бедра. Не держаться за опору для нее большой успех. На фронт она ушла еще студенткой. Лечила раненых. Раненых принимали, как принимали, двух-трехэтажные нары. И туда лазили, и принимали. Все-таки все, что нужно, сделали. Вы какие-то препараты пьете? Пью. Когда были у доктора в последний раз? Ну, пять штук. Ислама Галеева на диспансеризацию привезли в поликлинику. На здоровье, говорит ветеран, раньше не жаловался. Служил на Северном флоте. Голова когда кружит, когда сердце шалит, ноги тоже болят, поясница болит. Медицинские сестры и участковые терапевты заранее готовят списки, определяют, кому будут выезжать специалисты на дом, кого можно будет привезти сюда в 18-ю поликлинику, а кто, может быть, самостоятельно придет. Диспансеризацию начали в январе. Осмотрели уже более 6 тысяч человек по всей республике. Под контролем врачей, ветераны и после праздников. Анна Городнова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Их подвиг никогда не будет забыт. Так же, как и годы, отданные родному предприятию, компания «Газпром Трансгаз Казань» поздравила ветеранов Великой Отечественной войны. Строитель бригадира сейчас газовик на пенсии. Касим Сталингореев в свои 94 остается бодрым и активным. Война закалила, признается ветеран, прошедший Курскую дугу, Сталинград. О войне вспоминать не любит, но День Победы навсегда остался в памяти. Беглы, прилезали, все, больше ничего. Какая эмоция может быть? Значит, целуемся, обнимаемся. Песни, стихи, гвоздики, подарки, слова благодарности сегодня все в честь 106 ветеранов Великой Отечественной. Они герои в работе и в боях. Традиционно честят ветеранов сотрудники «Газпром Трансгаз Казань». Праздник не просто большой, великий. Война была Великой Отечественной и праздник великий. Что такое День Победы? Не только для ветеранов, но и для всех жителей Вахидовского и Приволжского районов газовики подарили праздник. Большое спасибо, нас завоевает. А в завершении десятки белых шаров и голуби в небо, как символ мира и вечной памяти тем, кто подарил Великую Победу. Рина Бережная, Андрес, Натальцев, ТНВ, Казань. Поздравили ветеранов сегодня и студенты, причем оригинально. В самом центре Казани, Кремле, молодежь выстроилась в слово «Победа». Это более 400 человек после флешмоба вместе спели песню «День Победы» и пустили в небо сотню красных шаров. «День Победы» Сегодня у любителей футбола праздник с минуты на минуту. На Казани арене стартует матч «Рубин-Уфа». Он станет тестовым в преддверии чемпионата мира по футболу. 17.00 в столице действует последняя миля. Это система мер безопасности вокруг стадиона. Сейчас в эпицентре спортивных страстей находится и наш корреспондент Салават. Добрый вечер. Как проходит генеральная репетиция Мундиара? Я слышу тебя. Я слышу. Добрый футбольный вечер, Алексей. Сразу хочется сказать, что сегодня Казань арена похоже поставить рекорд посещаемости сезона. Вот видно за мной, за несколько минут до матча к стадиону продолжают идти болельщики. Ну а слева от меня и передо мной кажется бесконечная, ставшая уже известной в социальной сети очередь. Бесплатный вход на матч у болельщиков появился благодаря статусу матча тестовый. В рамках него болельщики добираются до стадиона только бешком. Ближайшие дороги к стадиону перекрыты. Конечно, пробок избежать не удалось, но транспортного коллапса самое главное не случилось. И, конечно, давайте же послушаем, с каким настроением фанаты добирались до стадиона. Это нормальное явление, на самом деле нормальное. Я считаю, безопасность должна быть, ну, соответственно, на уровне стоячка. Ограничение, конечно, мешает, многие люди возмущаются, но футбольным фанатам не мешает это, не портит настроение и их настрой. Так в целом без проблем. Все хорошо в целом. Все понимаем, все, что нам для безопасности у людей. Вот сейчас я продолжаю оставаться в окружении болельщиков, ну, а Рубин сегодня на своем поле принимает Уфу. Клубы сейчас борются за шестую строчку в чемпионате России. Возможно, в теории она станет путевкой в Лигу Европы. Ну, а самое главное сегодня, этот матч станет прощальным для легенды казанского клуба Геогдениза Карадениза. Так что болельщикам хочется пожелать хорошей игры и, конечно, достойно проводить своего кумира. Водителям немного терпения. Ну, а вы, дорогие телезрители, ни в коем случае не переключайтесь. Прямая трансляция игры на нашем канале через несколько минут. Алексей. Спасибо, Салават. Тем временем посетители сегодняшнего матча могли узнать обо всем, что происходит вокруг стадиона через канал оперативного информирования «Вивер». Подписавшись на него, зрители могут правильно подготовиться к посещению матча. Они узнают, как работает стадион в день игры, какие предметы запрещено приносить с собой, где находятся, и как работают камеры хранения и пропускные пункты для входа на стадион. Этот канал стадиона создан Оргкомитетом России-2018 для оперативного информирования болельщиков матча чемпионата мира по футболу. Деревья заиграли в футбол. На улице Малое Красное Казани появился декор, который создает атмосферу предстоящего мундиаля. По всей улице на деревьях, словно шары, развесили футбольные мячи. Это инициатива одного из предпринимателей. Альбина Минебаева оценила уличную декорацию. Такие мячи теперь появились на всех деревьях. По улице Малое Красное деревья еще не перешли на летний дресс-код, зато создают атмосферу главного предстоящего летнего события. На самом деле очень удивило, поразило. Я шла домой и увидела, что развешивают вот эти мячики. Деревья заболели футболом возле дома Камилы Халикова. Теперь у нее под окнами настоящий эксклюзив. Очень классно на самом деле смотреть, вот это видеть и знать, что только у тебя на улице висят такие мячики. Сколько всего здесь? 400 мячей. Вы прям точно знаете. Да, вешали потому что. Это Александр Фищев помогал создавать атмосферу мундиаля. Зимой здесь звезды, а вот сейчас надувные мячи. Еще одна локация для любителей футбола и туристов. Сразу же после первого дня здесь пол улицы. Все фотографировали, все снимали на фоне этих мячиков. Сфотографироваться успеют еще многие мячи на деревьях. На Малой Красной останутся как минимум до конца футбольного чемпионата. Альбина Минебаева, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. К чемпионату мира гиды заговорят даже на персидском. А еще на английском, китайском, арабском, немецком и испанском. Для всех гостей столица приготовила масштабную культурную и вкусную программы. Зарубежная пресса тем временем печатает топ рекомендаций для своих болельщиков. Что кроме борща они советуют попробовать и почему нужно тепло одеваться, расскажет Анна Граднова. Шмак, обязательно, шак-шак. Очень люблю габудию, так что советую попробовать. В национальной кухне Казань действительно может удивить, ведь кто хорошо болеет, тот хорошо ест. Болельщики и туристы уже готовят свой список специальных рекомендаций для поездки в Россию. Советуют посмотреть местные достопримечательности, а иностранные газеты пишут о теплой одежде. Ведь следом погода в России может быть разной. 40-градусная жара и всего плюс 10 градусов. Так аргентинские журналисты советуют в России обязательно попробовать борщ, икру, блины, выпить квас. Водку безо льда и не закусывая. У нас помимо водки и матрешек и самоваров много всего, что можно увидеть, попробовать. У нас тепло, в принципе, у нас люди радушные. Аргентинские и чилийские болельщики самые яркие и шумные. В это мы убедились во время Кубка Конфедерации. Согревать теплом казанцы в этом году будут и эмоциональных бразильцев, и чуть спокойных колумбийцев, и практичных фанатов из Германии, и не только. Гиды учат английский, китайский, арабский, немецкий, испанский. 1 июня выпустится группа из 20 человек, говорящих на персидском. Они будут сопровождать почти 3000 болельщиков из Ирана. Мы сегодня говорим уже о туристической отрасли города, как о сформированной бизнес-отрасли. Но планка еще далеко не взята. Мы не входим только еще в топ городов, которые говорят о себе как туристический город. Город готовится встретить трехмиллионного туриста. Поток иностранцев вырастет на 20%. Гостиницы в исторической части города забронированы на 90%. В резерве соседние города. Рассматриваются города, которые находятся в радиусе 100-150 километров. Мы в любом случае, как центр бронирования и размещения болельщиков, эти гостиницы будем иметь в виду. Но пока такой необходимости нет. 7 фестивалей и 30 концертов. 17 и 18 июня – гастрономический фестиваль перед чашей. Учитывая, что здесь в этом году будет парк болельщиков FIFA, ожидают тысячи гостей. Анна Граднов, Вальшат Мухаммедов, Марац Итгараев, ТНВ, Казань. Сейчас прогноз погоды, а далее тот самый матч Рубин-Уфа. Мы же с вами увидимся сразу после окончания игры в 21.30. До встречи. Ватерполисты Синтеза после триумфальной победы в Суперкубке принимали действующего чемпиона страны Спартак из Волгограда. Турнир столкнул двух фаворитов чемпионата уже на стадии полуфинала. С первых минут матча гости стали забрасывать мячи в ворота Синтеза. Команда Андрея Белофастова была в роли догоняющих. Итоговый результат – 14-12 в пользу Спартака. Теперь команда готовится к ответному противостоянию. Игра пройдет в Волгограде 12 мая. В случае победы наших ватерполистов соперники проведут третий решающий матч. Было непросто, но мы все прекрасно поднимались и готовились к этой игре. Два дня на акклиматизацию после такой игры, которая была в среду, безусловно, это мало, но регламент таков, какой есть. Мы, в принципе, сегодня играли, старались, провалили начальную игру. Татарстанцы стали лучшими на первом этапе Кубка России по стендовой стрельбе. Соревнования прошли в Верхнеуслонском районе республики. В мужском турнире победителем стал житель Татарстана Данила Маслов. Стрелок набрал 112 точных выстрелов. В финале поразил 41 мишень. В женских соревнованиях на высшую ступень пьедестала поднялась еще одна представительница Татарстана – Татьяна Саранская. В Казанском дворце единоборств прошел открытый республиканский фестиваль боевых искусств, посвященный Дню Великой Победы. В рамках мероприятия прошли турниры по кудо, ушу, а также республиканские соревнования по джиу-джитсу и спортивной борьбе грэплинг. В масштабном мероприятии приняли участие около 300 спортсменов, прибывших для участия в столицу Татарстана со всей республики Поволжья. В ходе открытого Кубка по кудо было разыграно 28 комплектов медалей. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. Ну что ж, а теперь о погоде. Во вторник в республике будет довольно тепло, но дождливо. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана ожидаются дожди и до 18 градусов тепла. На северо-востоке республики пасмурно, дождь и плюс 17. На севере Татарстана ожидается переменная облачность, местами дождь до 17 градусов тепла. На северо-западе тоже не обойдется без осадков, там температура воздуха составит плюс 17 градусов. На юго-западе республики осадки не ожидаются, там температура воздуха составит до 20 градусов тепла. В центре Татарстана облачно, местами дождь и плюс 18. В последующие сутки температура в республике немного понизится и по-прежнему ожидаются осадки. Спонсор выпуска ООО «Челны Кирвиц» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кирвиц». Производят продажу тракторов К-700, К-701 и запасных частей к ним. На предприятии «Челны Кирвиц» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кирвиц» легендарному трактору «Вторую жизнь». В Казани будет облачное, без осадков и до 19 градусов тепла. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Ожидается магнитное буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова